Продолжаем эфир. В Казахстане становится опасно продавать и покупать машины с рук. За такими сделками могут скрываться мошенники. Только в Акмолинской области в прошлом году зарегистрировали 14 таких преступлений. Аферисты ждут автовладельцев на онлайн-площадках и сайтах бесплатных объявлений. Какие уловки они применяют для обмана граждан, расскажет Оксана Матасова. Мошенники могут поджидать и продавцов, и покупателей на сайтах объявлений. Попался на их удочку житель Кокшетау, который попросил не показывать его лицо. Нашел желаемую модель и цена показалась привлекательной. Но в итоге ни денег, ни машины. Нашел объявление, попросили скинуть задаток, якобы спрос большой. Кто первый задаток скинет, того и машина. Но я отправил задаток, продавец перестал выходить на связь. При этом мошенники используют различные схемы, чтобы замести следы. Звоня с подложных номеров, открывают счета на третьих лиц. Буквально в прошлом году задержали мы гражданина, жителя Акмолинской области, который также размещал фейковое объявление о том, что продает автотранспортные средства, после чего получал предоплату. Обещал, что все, завтра, послезавтра там сам привезет машину, или же может приехать в Кочетав, встретиться, после чего пропадал. А вот житель Астраханского района заплатил за Volkswagen Golf, который увидел на сайте. Перевел предоплату 700 тысяч в деньге и отправился за машиной в Исакаевку. Но никакого автомобиля там не оказалось. Психологи считают, что обмануться может каждый. Однако распознать мошенника можно. Эти люди стараются войти в доверие очень доброжелательно и настойчиво. И когда человек вошел в доверие, они работают на нескольких компонентах. Это время, то есть только сегодня, только сейчас, покупаете сегодня. То есть предложение ограничено на выгоде какой-то, потому что акции, скидки, выгодные предложения и эмоции. То есть человеку не дают времени подумать. Когда человек на панике или его так подгоняют очень быстро, он не включает критическое мышление. Казахстанцам важно помнить о финансовой безопасности, не делиться личными данными, не переходить по неизвестным ссылкам, не соглашаться на предоплату без проверки данных продавца и осмотра товара. Соблюдение этих простых правил поможет сберечь деньги и имущество. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, Информбюро, Акмолинская область.